всем добрый день рад вас приветствует на моем канале сегодня мы продолжаем изучение инструкции по настройке эксплуатации используя интеграции gps трекеров это тилтоника да и сегодня мы поговорим с вами о настройках аналогов дискретных датчиков о том как они работают как они есть да вы можете меня не слушать либо просто тупо промолотать сейчас все что тут написано я сейчас промотаю и вкратце грубо говоря расскажу как все это настраивается как все это делается аналоговые датчики и дискретные дачки в чем отличие аналоговый датчик измеряет какое-то одно напряжение а дискретный датчик это тот же самый аналоговый он замеряет тоже напряжение но он работает только по жесткой логике что если вольтаж меньше чем 1 вольт это 1000 мили мили вольт то он считается нулем если больше 1000 милливольт одного вольта это считается единицей в принципе вся эта логика на схему который я показывал заранее один и дин и они написаны иногда а именно едино не совмещены и можно просто в зависимости от того как вы используете как это делаете как все это настраивать это же есть перед вами вы видите уже пример настройки в конфигураторе это как настраиваются аналоговые и как настраиваются дискретный входа заранее вас предупрежу да когда вы настраиваете входа которые идут аналоговые либо дис дискретные они настраиваются по-разному аналоговые настраиваются только на режим мониторинг не рекомендую вам экспериментировать и настраивать на что-то другое а аналоговые а точнее дискретные дискретные это который как дискретный входа и выхода они настраиваются через он чаще он чаще это значит при изменении мониторинг это значит то есть когда записываются другие точки . по другому параметру до связи с каким-то другим событием то запиши пожалуйста мне эту это очень важно потому что аналоговое напряжение она очень сильно скачет и тогда у них бывает очень большие дельты и из-за этого у вас будет просто гигантский разброс скачков по всему этому это очень важно также целтоник умеет мерить в двух параметрах от 0 до 10 и от 0 до 30 вольт когда вы ставите на легковушку где аккумулятор 12 вольт вы выбираете 10 когда вы ставите непосредственно газель либо ставите на камаз там 28 там 26 вольт и бортовое напряжение в среднем то выбираете 30 ничего это нужно внутри уже стоят делители напряжения резисторы которые заранее уже дельта в определенной последствии только единственно что они не могут то есть делить то есть там нету сразу такой делить дележки например до 100 до 100 вольт они только либо 10 идет либо 30 в разных этих грубо говоря в разных моментах идет считывание идет грубо говоря расчет как это сделано вот смотрите тут и есть примера настройки аналогово что мы ставим лов чтобы записывать и ставим можно также вот поставить например точнее что было да вот где тут вот посередине видно что если нужно там при изменении да если вы ставите то делаете он дельта change это то есть при изменении дельта то есть его тут выставлено 500 маленькую не ставьте потому что там 20 30 40 100 может спокойно скакать если вы поставите например что аналоговый вход при изменении больше чем на 500 то прекрасно он будет работать и вы все это увидите на 500 это 0 5 вольта заметьте что вольт и 1000 то есть тут все указывается в мили вольтах то есть один вольт этот 1000 мили вольт чтобы это не забывали тут есть еще дополнительная информация которого нужно как по определению датчиков как это работает и что это можно использовать также ставьте на стоп и читаете что тут написано я не буду все это рассказывать вы также можете скачать эту инструкцию находится в интернете полностью бесплатно и можете ее эксплуатировать дальше следующее это работа по sms командам у всех sms команд есть очень строгий формат грубо говоря как должна команда использоваться эта команда форматовый логин пробел пароль пробел команда пробел значения той команды которую устанавливаете замечу так смотрите что если вы по sms не ставите логин и пароля то вы ставите в начале пробел пробел всегда мы вы можете потом а если вы делаете через gps отправку команду то пробел пробел не надо вот эту вот в разницу вам нужно знать именно вот эту разницу нужно знать если вы по sms и у вас нету логина пароль то пробел пробел если по gps пробел пробел не ставите но смотрите если вы отправляете еще у вас есть логин пароль по sms то по gps вы его не указываете то есть начальники пробел вы не ставите вот тут есть команда где-то инфо это получить информацию о трекере тут вот заранее есть подписано можете посмотреть да то есть тут есть список доступных команд что они делают где-то инфо это информация трекере get ver это информация о версии прошивки трекера get статус информация о самом трекере get gps он присылает вам данные координаты есть дети он присылает вам состояние входов и выходов get gps он присылает ссылку где находится машина до радио я никогда не пользовался цепор и сет это перезагрузка устройства fm стат это получить данные о прошивке и статусе перезагрузки get records это получить состояние сколько сколько нужно выгрузить грубо говоря записей остальные команды тоже вам не особо понадобится вот есть команда изменения параметра да это get парам решетка параметр как она делается смотрите если у вас версия трекеров fm fm а то вы пишете команду например get парам пробел 1245 пробел 204 двоеточие и значение параметра откуда берутся эти параметры я покажу вам тоже после откуда может сделать например если вам нужен на fmb 202 до поменять айпи и порт то это 204 и 205 параметра 204 тайпи 205 это параметр если вы берете например fma 202 то там получается айпи это 1245 порт это 1246 дальше можно то есть несколько команд делать но несколько команд работы только на fmb на последних версиях fm и fmf на последних версиях на не на всех работает также извиняюсь get парам это получить set парам это установить я извиняюсь вот это вот у вас немного тоже запутал set это получить а точнее get это получить с это это установить единство запутал то параметр все работы все то же самое как в виде get так и set то работает одинаково то есть если вон если нам нужно установить какой-то то есть он если вам нужно поменять айпи либо портом и то есть сайпи fmb 202 например мы пишем то есть пишем пробел пробел set парам пробел 2004 двоеточие там пишем айпи порт . запятой 2005 двоеточие пишем порт . запятой так отправляем он вам отправляет что он изменил эти два стоящие два состояния то есть а если нам нужно запросить какое сейчас значение то мы отправляем get пара вот это надеюсь я немного тут напутал надеюсь вам понятно дальше команда фушку команда фушку нужно зачем за то чтобы застать принудительное записать какие-то данные тут у команды слушай есть полностью формат вам только нужно тупо подставить ваши данные все если вы удаленно перри прошиваете трекер то используется команда web connect настроить отдельно нужно на фото в позже чтобы быть пришивать удалить все входа эта команда далее трекерс также есть очень интересная команда это по букер по блокировки то есть она называется сэдди гаут ее формат команды вот такой то есть и в зависимости от того какой трекер то есть будет с одним входом с двумя входами с тремя входами с четырьмя входами у не просто расширяется формат записи также остается он просто другой это очень интересная команда она требует грубо говоря отдельных отдельного обзора но в принципе на работает так команда батареи возвращает информацию оба то и следующая команда то есть это получается они не очень нужны есть вот установить пароль это установить пароль по usb удалить пароль и также есть вот еще информация отформатировать sd-карту удалить информацию это sdf-формат тоже тоже очень иногда полезная команда дальше идут команды по bluetooth вы можете поставить на стоп и прочитать что они значит дальше идут команды то есть относящиеся к функциям до работы самого трекера именно функциями там с вычислениями тоже используйте есть команды для обд есть команды для канадаптера я не буду считать потому что большинство их никогда не используют и мало в каких проектах вообще будете их использовать за несколько лет работы мне никогда принципе не не нужно было их использовать также смотрите сейчас дальше мы пройдемся с вами по тому как эти команды отправляются и что они получают то есть формате ответа я все пролистаю довольно просто медленно чтобы если что могли просто взять и нужную команду вам остановить и посмотреть что эта команда значит и не за что я когда долистаю до интересующей наш команды это садигаут это управление входами и выходами то я на ней более подробно объясню что как она работает и как она делает все остальное в принципе вы можете поставить сейчас на стоп прочитать как это делается как работает эти команды как меняются ну и откуда берутся параметры как это все используется потому что я просто понимаю что нужно на что нужно за внимание на что мне вот смотрите мы дошли до команды садигаут очень интересная команда по управлению входами и выходами вот когда мы управляем входами и входами на трекерах например на которых есть у нас два входа это например целтоника в fmb 120 там два входа это первый и второй и вот когда мы пишем команду садигаут мы вместо x и y мы подставляем какой вход в каком состоянии мы хотим сделать то есть это x это 1 y это 2 то есть например нам нужно включить только второй вход на постоянку вне зависимости от скорости до всего там мы отправляемся дигаут 01 но смотрите у нас есть еще дополнительный параметр который указываются в определенном состоянии с пробелами это во первых указывается указывается насколько нужно включить и указывается при какой скорости нужно включить то есть например если мы хотим сделать на тел тоненькие безопасную блокировку чтобы машина заглохла когда у них скорость будет маленькая то мы отправляем есть что да кстати скажу если нам какие-то параметры не нужно менять и они незначны то мы заменяем просто на знак вопрос то есть мы пишем что у нас смотрите у нас блокировка например на бензонасос который находится на втором выходе и машина сейчас едет со скоростью 90 километров в час это очень опасно блокировать и нам нужно ее заблокировать на скорости менее чем 20 километров в час то есть когда машина будет их скоростью 20 километров в час по gps координатам машина просто заблокируется как мы это делаем мы пишем с эти гаут пробел вопросительный знак единичка потом мы ставим в пробел вопросительный знак вопросительный знак ставим пробел ставим скорость получается вопросительный знак 20 в таком плане у нас когда будет скорость меньше 20 километров в час у нас включится на постоянную второй выход машина заблокируется блокировками так они конечно такими поаккуратней но работает это очень хорошо смотрите тут есть сейчас вы видите тоже можете поставить на стоп есть примеры как отправлять команды как они будут работать как они будут исполняться да и разные вот такие вот задачи которые есть я думаю что я все-таки довольно хорошо объяснил и вам будет все понятно ли ставим дальше опять же говорю если вы не успеваете просто ставьте на стоп читайте смотрите либо качайте инструкции пользуйтесь инструкцией команда батареи сад кей дилет кей б б ряд б б б инфо все эти команды если что можно найти именно на самом сайте производители также есть некоторые разница почему вас например что может не работать обращайте внимание на версию прошивки большинство всех нормальных функций которые сейчас есть и должны эксплуатироваться они работают с версии 3.25 . 11 то есть у вас минимум чтобы все адекватно работало вам нужно чтобы у вас была эта версия трекера то есть эта версия прошивки на всех трекерах и в принципе тогда у вас будет все адекватно работать надеюсь данные видео вам было полезно не забывайте подписанному канал также скоро будут новые видео по обучению по работе стилтоника всех благоразумения всем дальше